И на этапе уже создания какой-то красивой картинки вы уже понимаете, должны понимать, как это будет воплощаться. Получится ли это выместить в ваш бюджет, например, да? То есть мы сейчас об этом будем говорить. Понятно, по-моему, что я говорю? То есть вы что-то придумали, и нужно понимать, как нужно готовить стены. Например, вы решили стены, начнем так, нанести на них декоративную штукатурку, покрытие. Ваши заказчики вам наметнули, что им это нравится, да? И вы должны понимать, что в смету вам, к примеру, закладывать, когда вы просчитываете. Вы говорите, вот можно декоративную штукатурку нанести, вот можно обои поклеить, можно покрасить. Сколько это будет стоить, и вообще, как это все делается технически. То есть когда мы готовим стены под декоративную штукатурку, нужно понимать, что она делится на два вида. Тонкослойную, ну это в общем, и фактурную. То есть тонкослойная декоративная штукатурка, она такая тоненькая, что под нее стены надо готовить идеально. То есть, очень хорошо. И фактурно, это уже погрубее подготовочка. Условно можно назвать это подобой. Когда к нам в салон заходит заказчик, мы так и говорим. Вы же как хотите. Толстенько, показываем ему планшет. Значит, покажу планшет. Что это значит? То есть, они говорят, нам вот это нравится. Это тоненькое. То есть, видно, у нее толщины вообще практически нет. Да? Оно блестящее. То есть, если это что-то тонкое и блестящее, значит, стену необходимо готовить под покраску на финише. И что это предполагает? Вот готовка стены под покраску. То есть, на объекте стены выравниваются по маякам, естественно, чтобы были все углы. Обычно это цементно-песчаные смеси. Затем у нас какие-то типа ротбанта. То есть, это толстый слой. Мы выравниваем стену. И уже следующий этап – это тонкослойные шпатлевки, которые делают стену идеально ровной. Вот. Под эту штукатурку под шелк и под все тоненькие, которые, вот они видно, что они тоненькие, нужно стены готовить прямо идеально. И если вы будете, чтобы вы на одном языке разговаривали со строителем, это называется под покраску. То есть, вы вашим строителям, отделочникам объясняете. Здесь будет подготовка под покраску. Если они вас спросят, что это, ну, вы говорите, например, шитраком надо проходить, а ротбанк паста – это уже бренды. То есть, да? Значит, стена должна быть как зеркало, идеально. Это когда тонкослойный шпат. Вот. Если вы… Есть еще виды подготовки под покраску, не пастные. А, к примеру, используют специальные финишные обои, да, которые клеятся, и они вот этот финишный слой заменяют. У вас стены готовятся грубая подготовка, то есть, такой толстой шпатлевкой, зашкуриваются, на них можно сейчас поклеить обои. Клеятся обои, они без рисунка, просто ровные, как белая бумага, да. Можно без стыков поклеить, можно стыки зашпатлевать, да, и сверху уже можно нанести декоративное покрытие. Чем это хорошо? Мы, как бы, оберегаем себя от трещин, которые могут возникнуть, не шпатлевка, которую на мосты, этими обоями, как бы, эти трещинки армируем, перекрываем, да, и сверху мы можем нанести уже тонкослойное покрытие. Также, ну, когда вот, например, такую вещь хотите сделать, где есть трафарет, тоже обязательно надо обои несут эти, без рисунка, без ничего наклеить, вот эту бумагу, чтобы, ну, такая технология. То есть, вот это можете себе записать, запомнить, это очень важно. То есть, если вы хотите использовать сверху какой-то трафарет, стены мы готовим под покраску и обязательно отклеиваем их какими-то обоями. Обоями под покраску? Ну, да, просто ровно, это флизелин называется, флизелин на обои. А стеклополстом мы не сможем обойтись, да? В случае трафарета нет. Да. То, что вот назад говорит стеклополст, это паутинка, да? Паутинка, это материал, который используется для админирования стены. То есть, ее обычно тоже закладывают. Если у вас на стенах есть уже паутинка, вы ее зашпатлевали, смесями это уже не требует поклейки сверху обоев. Паутинка, она нужна для армирования. Это как в бетоне мы закладываем, армирующие специально, вот это железо, да? То же самое. Но она необходима, чтобы не было трещин. Лично мне нравится, когда стены просто зашпатлеваны паутинкой, смесями. Под покраску это идеально. Они получаются красивые. У них нет никакой фактуры, но сделать это достаточно сложно. И не все строители любят так готовить стены. Это надо долгой шкурить, подмакать. Ну, как бы это, как бы человек ниже, могут быть свои предпочтения. То есть, да. Мне не нравится, когда поклеены визелин, к примеру, и мы потом красим, да? Именно вот. Когда смесями подготовлены, это красиво. Если об этом говорить, это уже естественно немножечко. То есть, вы можете к нам снова прийти и посмотреть, как эти стены выглядят. То есть, что это такое, когда хорошо подготовленная стена просто покрашена? С паутинкой она, естественно, но на ней нет флизелина никакого. Ничего такого. Вот. Это потонкословно. Если вопросы есть, потом зададите. Да нет? Лучше на покрытие. Если, к примеру, вы с вашим заказчиком поняли, что вам нравится фактурная штука, то вам тогда стены можно подготовить условно-беде называемые. Подобой. Что это значит? То есть, стена, у нее есть плоскость, она ровная. У нее нет волны. Как это проверить? Знаете, что нет волны? Ну, вот просто для общего развития. Уровень. Да, прикладываем правильно. Правила, да? То есть, это, конечно, не ваша работа. Но вы же должны это знать. Что нет волны. То есть, вы заходите с комнатком. Ну, обычно, они специальными инструментами оценивают, насколько ровные стены. Это я говорю к тому, что когда мы хотим нанести что-то готово, они должны быть очень ровные, чтобы это было красиво. Ну, как бы идеально, да? И вообще в нашем регионе как-то принято, да, чтобы все было идеально. Если это относится к покраске, я не знаю, в других областях. Ну, именно к покраске все должно быть идеально. Ну, идеально, все должно быть ровно, потому что потом вложим пол, чтобы он ровно лег. Вот тоже самое стены. Ставим небес, чтобы у вас шкаф ровный подходил к стене, да? Для этого надо делать. Вот. И когда мы готовим стены подовой, они также должны быть идеально ровные, но зашпаклеванные грубой шпаклевкой. То есть, это шпаклевка, у которой есть царапина. Но она ровная. То есть, царапины есть, но они там. А вот так вот, мы смотрим, оно все ровное. Ну, я это называю плоскостью, может, если совсем правильно. То есть, есть плоскость у стен, да? И вот на такую ровную поверхность мы можем нанести фактурную штукатурку. Я не знаю, вот тут видно, нет, совсем маленькая толщина, думаю, но она есть. На самом деле она такая достаточно большая. И фактурная штукатурка, то есть, это вот записать, фактурная штукатурка наносится на стены, когда они подготовлены под обои. То есть, это ровные стены, они такие, у них нет волны. У них есть царапины, но они внутри стены. Они не выпирают там, нет бугров никаких, да? Если это яблочки, то они маленькие, а не какие-то крупные, да? И мы сверху можем нанести фактурную штукатурку. Ну, вот, к примеру, такой пример, да? Когда мы по какой-то причине не можем использовать натуральный камень. Вместо, он очень тяжелый. А у вас стенка из гипсокартуры. То вы можете использовать декоративную фактует. То есть, когда вы не можете, ну, хотите его заменить чем-то красивым, не уступающим по виду камню натуральным. Тут же у вас появляется огромный разбег по цветовому решению. Вы ничем не ограничены, абсолютно. Вы переходите, у нас там 30 веерок. Мы с вами выбираем цвет. Делаем ваш образец. Специалисты нашего салона, девочки-дизайнеры. Прям у нас вообще формат единственный город, наверное, мастерская в салоне. Когда вы видите вообще, как изготавливается ваш образец. И это очень интересно. И, то есть, выбирайте цветовое решение и делайте свой личный камень. Там природа масочка создала. Тут вы и сами можете создать тоже для своего проекта. Спасибо. Спасибо.